Вар на коре дерева Вар на коре дерева Вар на коре дерева Он, когда делал прививки Купил какой-то вар Я до сих пор не знаю какой Пару лет назад И погубил все прививки И считая, что это из-за вара Так Поэтому для начала будем надеяться Что ваш вар не губит Кто-то их схалкурил Кто-то сделал из чего-то ядовитого Ладно Это как для Чернобаева Будем считать, что вар нормальный В принципе, варом обрабатываются только раны. Это может быть горизонтальный срез на прививки, да ещё там щели есть обязательно. Когда расщепление идёт, вставляется один-два черенка, то есть вся поверхность, именно раны поверхности. Если вы делали рану на кольцо, а вы мне не верите, что их нельзя делать, не оставляйте пенёчки, а, допустим, делаете рану. Я, в принципе, в целом рассказываю, как дело обстоит. Значит, если всё-таки сделали рану на кольцо, не верите мне, что их нельзя делать, замазывайте их. Именно раны. Трещины. Трещины бывают естественно и искусственно. Например, естественно, трещины, они зарастают сами. Ну, я показывал не раз. Теперь попробуем посмотреть на ваши фотографии. Это то, что я говорю в общем, так и целом. Давайте смотреть. Значит, так. Если вы вот это замазали, да? Откуда она взялась-то эта рана? Ну-ка, сейчас. Садом Вар обработала дерево. Ну, что значит обработала садом Варом? Ну, тут что было? Рана, не рана? Мне трудно понять. Ну, по крайней мере, это не смертельно. Дело в том, что я говорил, что как они губили многие. Вот, допустим, прививка, она не всегда многие считают как. Если бы ей дать возможность подольше сидеть на подвое, она бы, может, и выжила, и пошла в рост. А якобы она высыхает быстрее, чем отсюда питательные вещества. Поэтому придумали, ну, я бутылку. А кто-то замазать или парафином, или Варом. Целиком. Вот тут она точно погибнет. Вот это еще не смертельное. Пока я вижу то, что вижу. Не знаю, откуда рана-то взялась. Но если это рана, то правильно замазали. Идем дальше. Вот это что такое? Так. Смотрим в начале хурма. Деревце молодое. Только сейчас вступает в плодобношение. Ветки отгибало чуть к низу. То есть приучало к будущему рожаю. Зря бы это делали. Вот. Чтобы не обламывались по тяжести. Вы еще дождитесь этих плодов к тяжести? Больше так не делайте. В основании всех веток есть вот такой древесный нарост. Похожий на трухлявую кору. Вот это, наверное. В основании. Так. Может это особенность хурмы. Не знаю. Дерево само по себе здоровое. Грибками не болеет. Я пересраховался от насекомых. Чтобы они не решили там откладывать яйца. Это вам что жалко, что ли? Пусть откладывают. Я замазал Аваром. Наверное, погубило вторую скелетную ветку. Сейчас посмотрим. Я дочитаю. Дерево. Рано или поздно подопряет край. Ветка отвалится. Но рано будет смазаться для всего дерева. Что вы думаете? Большое спасибо. Давайте смотреть, как вы обработали. Так. Что-то она не открывается сейчас. Ага. Значит. Да. Вот это вот. Сейчас под ней начнется гниение. Вот тут еще вопрос. В таких случаях дерево заживает само. Отгибать не надо было вообще в принципе. Возможно и этого бы не было. Вы начали гнуть. А в таких случаях, помните, я рассказывал, когда вот. Ну вот как. Пальцы буквой В сделаете. Что означает победу, да? Вот когда деревья так растут. Вот может видно меня. Я-то себя не вижу. Вот. А может и вы не видите. Вот здесь вот. В самом низу вот этой вот вилки. Начинает. Это самое слабое место. И вот такое место сделали вы сами. Если это правда вы отогнули. Так. Затем замазывали. Теперь действительно счет гнить. Я бы на вашем месте сейчас взял бы растворитель и убрал бы все это. Потому что вы сделали гненник. Вот. Ну, намажьте себе где-нибудь между пальцами, подмышкой. Это капитально намажьте. Посмотрите, что получится. То есть здесь вы сделали ошибку, я считаю. Вот такие раны, вот такие вот. Вот сейчас еще раз. Ну-ка. Вот. Вот такие вот. Если не гнуть ветку, ничего не делать. Они, как правило, заживают сами. Если уже не заживают, а действительно это... Ну, такая судьба. А то яйца откладывают. Ну, пусть себе откладывают. Я вообще к деревне подхожу. Откладывают и откладывают. Потом подхожу, только когда уже надо выражать себя. Вот. Ну, вот. Коротко я вам обещал. Как мог, так и объяснил. Еще один вопрос. Может быть так, чтобы 100 саженцев не переживать за того, что красные муравьи рядом с корневой системой строят муравейник. Погибло уже 2 саженца. Были зеленые, потом и сохли. Решила проверить корни. Видела там муравьиные яйца. Как с этим бороться. Вот. Ну, смотрите, написал муравьи ни при чем. Ну, вероятность того, что муравьи 1%. Дело в том, что... Видите как. Муравьи... Я отвечаю, как сказать, не в конкретном случае, да. Там, может быть, бывает, есть такое понятие, как совмещение каких-то факторов. Как бы... Вот все свалилось в одну кучу, и дерево погибло. Я вам объясняю. Муравьи, они настолько разумны. Это фабрики, заводы. Вот. Это жилища, которые, это самое, гениально построены. Просто мы не способны такие строить. Вообще не способны. А дерево для них является домом. Вот. У меня пока не погибло. Вот там буквально муравьи. А даже некоторая часть, что удивительно, они даже часть погребали под муравейником, оказывается, как эта часть... Это. Я показывал такие фотографии много. Часть крон... Ой, штампа. И ничего. И у меня еще ни одно дерево не погибло. Я думаю... Я стою и думаю. Да, я обожествляю муравьев. Да, это особый класс. Да, он не подчиняется этим самым теориям Дарвина. Вообще. Потому что сложность такая, что мы по сравнению с ними... Это настолько примитивны. Мы как общество. А не общие мы. Мы настолько примитивны. Мы настолько, наше общество больно. Оно склонно к уничтожению самого себя. И соседей, и всех прочих. Вот. Ну, к примеру, в море. И то, что я вам говорил, что если трусы мужики не снимут, то мы прекратим свое существование. Дойдет потом. Уже, может быть, будет поздно. А я не шучу насчет трусов. Это не шутки. Это страшно. Это... Просто мы в таком мире живем. Там предатели. Они тупые. И еще и не это. Они любознательные. И еще и плевать на вас хотели. Вот. Поэтому у нас такая медицина, такое образование и такая наука. Теперь, значит, муравей никогда не станет уничтожать жилищик, под которым он живет. Потому что оно его... Он как бы... Он нашел себе возможность выжить в семье. И уничтожать ее не будет. Потому что как только погибнет дерево, погибает муравейник. Мы не замечали, как муравейники строят муравейники в бутылках, под листом железа, под этим самым... Под доской, под какой-то плитой. Бывает, ведро стояло пару лет вверх ногами. Ну, то есть, это... В днищем вверху. Вот. Берешь его... Взял, сдуру, раз, и потом... Ой, простите мне муравейник, они уже все. Муравейник уже больше тут жить не будет. Уже спасает яйца. Полностью вот эти 10 литров. А там полностью муравейник. Вот им хорошо-то. Меньше... Это как мы. Одни строят дома, другие готовы покупать. Такие они. Не могут муравей уничтожать свое это. Вот. Так что, Александр Смотритель прав. 200%. Вот так вот. Ну что, друзья, все. Больше вопросов нет. С каждым разом вопросов все меньше. Я надеюсь, потому что я их как бы упреждаю, да, эти вопросы. Вот. Или, может быть, уже это самое... Тут, знаете, сейчас, секунда. Вот. Раз уж получился короткий вечер вопросов-ответов, я сейчас тут один материальчик покажу. Дело в том, что нам хана приходит еще и по другой причине. Кроме трусов, понятно, там, человек, который всю жизнь проходил в трусах, он уже не родит Гераклу никогда. В лучшем случае это планктон, это как-то офисный, который может с трудом родить ребенка, и то, если сосед не помог. К этому все идет. Да, вы уже пришли. Сейчас я вам покажу одну статью. Вот. Никто не замечает. Ладно, деревни тысячи пустуют. Все зарастает, землю не дают. Вот. Наверху сидят только предатели. Как еще при Ельцине вдруг дали. Но они тут же эту идею похоронили негласым запретом. Кто-то успел стать фирменом, большинство разорилось. Законов не было, зато был рэкет. Знаете, ну я уже разговаривался, да. Проходили мы пять гектаров сад. Так. Вот. Тысяча шестьсот пятьдесят деревьев только по гнездам. Ну, плюс еще питомники, еще плюс опытный садик небольшой, да. Вот. После завода, это, пять заканчивается рабочий день. Вот. В семь через Енисей на, на это, на байдарке. Вот. Или на лодке резиновой. Мы уже в семь часов вечера начинаем работу на острове. Заканчиваем в одиннадцать. Двенадцать дома спать. Шесть подъем. И так много лет. И вдруг подходит мужик, парень, ну молодой парень. Меня, это самое, орденоносца и прочее, прочее, прочее. Ну, работягу будем говорить, да. Вот. Инженера. Похлопал по плачу и говорит. Это я правду говорю. У нас тут заседание состоялось. Ну, рикетеров. Решили, вас трогать не будем. Дань брать не будем. Вы работяги. Похлопал меня по плечу и пошел. Вот так вот. Вот такая вот действительность. А чем кончилось все? Смотрите. А чем кончилось все? Вот это вот, брошено эти, но теперь уже и с дачами. Страшная картина. Больше садоводства никому не нужно. Это одно из тысяч, тысяч, тысяч публикаций на эту тему. Все, что остается от дачи. Это страшно. У нас такое есть. Только фундаменты. От целого дачного этого. В общем, я к чему говорю. Вот. Сейчас, значит, пока есть такое понятие. Самое дно. Одна может оттолкнуться и выплыть. Вот. Дна еще не наступила. Она на трюпоселе в даче пропала. А беда заключается в том, что люди ничего вырастить не могут. Поэтому все та же просьба к вам на прощание. Не на прощание, на сегодня. Та же просьба. Пожалуйста, я вас прошу, рассылайте эти самые, вот эти же самые вебинары. Просьба их рассылать. Редактор субтитров А.Семкин